Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И сегодня у нас разговор тет-а-тет. Сейчас, прежде чем я представлю нашего гостя, ну, пословица всем известная, «От сумы и от тюрьмы не зарекайтесь», да, вечная российская. Ну, особенно учитывая, что с тюрьмой у нас последнее время как-то достаточно сложно, действительно, зарекаться от тюрьмы. Как обстоит дело с сумой? Как обстоит дело с бедностью в современной России? И мы позвали сегодня в гости Наталью Евгеньевну Тихонову, главного научного сотрудника Института социологии Российской Академии Наук. Добрый вечер. Добрый вечер. И вот буквально две-три недели тому назад было представлено общероссийское социологическое исследование бедности и неравенства в современной России, которое проводилось с Институтом социологии Академии Наук в сотрудничестве с фундом Эберта в Российской Федерации. Это, я так понимаю, было крупнейшее обследование по вопросам бедности. Ну, во всяком случае, это было единственное исследование, где бедные рассматриваются не только с точки зрения их доходов, но и с точки зрения их реального образа жизни, как они проводят свой досуг и так далее, потому что доходы считает еще Росстат. Ну да. И называется оно у вас 10 лет спустя, то есть у вас некое сравнительное исследование через 10 лет, да? Да, в 2003 году мы проводили такое же. Ну, расскажите нам про среднюю температуру по больнице. Что, так сказать, для начала по объективным цифрам, бедных стало меньше за эти 10 лет? Знаете, результаты получились парадоксальные, потому что, с одной стороны, ситуация улучшилась, как нам и говорит Росстат, с другой стороны, она ухудшилась. Действительно, бедных стало меньше, и их стало намного меньше, я бы даже сказала, примерно вдвое. Но, во-первых, это все равно не так мало, как нам говорит Росстат. Конечно, это не 9%, хотя мы, когда применили его методологию, у нас тоже получилось 9%. А как считает Росстат? Росстат считает, выделяя региональный прожиточный минимум для трудоспособных, для пенсионеров, для детей. И дальше, в зависимости от состава домохозяйства, рассчитывается прожиточный минимум для данного домохозяйства. И далее происходит очень интересная операция, потому что с ним сравниваются не доходы домохозяйства, а его расходы с соответствующими коэффициентами. Поэтому методология выделения бедных Росстата, она такая очень специфическая. Ну, по Росстату 9%, а по вашим? А по вашим, когда мы посчитали по доходу, то тоже получилось 9%. Когда мы посчитали не тех, у кого денег мало, а тех, кто живет бедно, то таких оказалось 30%. 30%. А в 2003? А в 2003 было больше половины. Так что уменьшение действительно достаточно заметное, и прогресс в этом отношении безусловный. Особенно сильно уменьшились вот эти бедные по доходам, как мы их назвали. То есть тех, кто учитывается Росстатом тоже. Но ситуация с бедностью одновременно, как я уже сказала, как это ни парадоксально, только ухудшилась. Потому что те, кто остались бедными, стали жить еще хуже, чем они жили раньше. Бедность консервируется. Те, кто является бедным образца 2013 года, более чем наполовину, ну, около половины, скажем так, это бедные, которые бедны по 5 лет и больше. И, в принципе, можно говорить о том, что идет уже межгенерационное, то есть от поколения к поколению воспроизводство бедности. А это значит, что мы у нас сталкиваемся с совершенно другим кругом проблем уже. То есть эта бедность уже не ситуативная, а системная, которая воспроизводится по каким-то регионам, да, по каким-то стратам, и происходит, как я понимаю, я вот тоже читаю ваше исследование, стигматизация бедности. То есть люди уже начинают смотреть на бедняков, как на неких отверженных. Общество их начинает все больше отторгать. Ну да, когда, собственно, бедна была большая часть общества по итогам структурной перестройки экономики 90-х годов, то бедные воспринимались как такие же люди, как и все остальные. Ну, собственно, они и были нормой, потому что их было большинство. А сейчас, поскольку бедность концентрируется действительно прежде всего на определенных профессиональных статусах, потом уже начинают работать все остальные факторы региональные, поселенческие, ситуации в домохозяйстве и так далее, то начинают бедные ассоциироваться с этими профессиональными статусами. Это прежде всего, конечно, неквалифицированные рабочие, среди которых 75% попадают в число бедных. Ну и, соответственно, бедным начинают приписываться разные негативные черты – алкоголизм, хамское поведение, грубая брань, то, что они не уделяют внимания своим детям. Ну, в общем, вот такой круг. Приписываться или есть некая объективная статистика? Или здесь уже сложно, да, как общество конструирует бедность и как бедность сама себя ведет? Вот по алкоголизму, например. Ну, вы знаете, вот как раз я начала с того, что плюс нашего исследования по отношению к тем, которые Росстат ведет, в том, что мы посмотрели, как живут бедные. И вот мы посмотрели, в частности, что происходит с алкоголизмом и насколько у них отличается или не отличается от остальных россиян моральный облик. В общем, поскольку все-таки вот из 30% населения, которые находятся в бедности, вот такого состояния глубокой хронической бедности у нас достигли примерно 5% населения, то есть одна шестая часть бедных, вот про них мы можем сказать, что это новое для России явление, это андеркласс, которого у нас раньше не было, потому что бедные – это были такие же люди, просто у них денег было поменьше и все, вот, то все-таки для бедности в целом это пока не характерно. Но учитывая тенденцию консервации бедности и то, что вот эти стандарты поведенческие от вот этого андеркласса начинают распространяться на остальных бедных, если они сразу не выходят из бедности в течение года, двух, трех, то дальше их круг общения начинает меняться, они начинают общаться в основном с себе подобными, у них в круге общения уже в основном бедные семьи находятся, у них меняется форма проведения досуга, у них меняются идентичности, словом, они начинают жить в таком параллельном мире, и вот это, пожалуй, на мой взгляд, главный результат исследования, что проблема бедности сейчас – это уже не проблема нехватки доходов, это проблема возникновения вот этого параллельного мира, чего раньше в России не было, и выводить людей из него очень сложно. Это чрезвычайно дорогостоящая программа реинтеграции в общество, это уже все Запад проходил. Это скажите, да, как раз вот это вы перехватили буквально, Запад проходил. Мне кажется, что эта ситуация больше похожа на страны первого мира, да, то есть когда, ну так скажем, переходя определенную планку дохода, да, в нашем случае как нефтяная рента, да, на всех пролилась, то есть большая часть тех, кого раньше считали бедняками, она все-таки поднимается, да, до нижнего среднего класса, а вот этот вот нижний, этот андеркласс, он уже окончательно выходит в некую маргиналию, и уже здесь какие-то нужны там социальные технологии. То есть вот эти вот 5%, те, что мы видим там, не знаю, на улицах западных городов, людей, там, это вот такая же ситуация, как там? Ну, не совсем такая, потому что у нас все-таки немножко разные типы бедности, разная социальная политика по отношению к бедным. У нас вообще-то нет пособий по нуждаемости, в то время как во всех развитых странах пособия по нуждаемости есть, да, они носят адресный характер. У нас есть определенные льготы, ну, например, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, или, скажем, дети имеют право в школах получать бесплатно учебники и завтраки из малообеспеченных семей. Но это другое. Просто получить деньги, потому что у тебя денег нет, у нас в стране невозможно. Поэтому здесь не развиваются такие чисто вот иждивенческие настроения, вот все упрекают россиян в патернализме, но это неправильно, потому что для того, чтобы у тебя были патерналистские настроения, нужно, чтобы тебе этот патер в лице государства что-то давал, а он же не дает, и уже лет 20 как не дает. Поэтому это так, благие пожелания, а хорошо бы еще, чтобы государство вспомнило о том, что есть у него граждане. Но население уже давно, конечно, ориентируется на какие-то собственные стратегии поведенческие. И в этом плане, конечно, у нас ситуация отличается от Запада. Ну, вот это, кстати, очень интересная тема, я думаю, мы еще отдельно о ней не остановимся. То есть вы считаете, что это один из мифов, что население у нас патерналистское, и что люди ждут вот этой вот манны небесной. Ну, не пускает государство, пускает кого-то, кто придет, а вот приедет барин, барин нас рассудит, кто-то поможет. Знаете, это миф. Это я могу сказать абсолютно точно. И это миф, который генерируется сознательно для того, чтобы снять с государства всякую ответственность перед гражданами. Я по взглядам своим отношусь к классическому либерализму, не неолиберализму, но классическому либерализму. И я в данном случае не из-за идеологических соображений это говорю, опираясь на данные. Когда у нас в начале 90-х годов, если не ошибаюсь, это было исследование 91-го года, было проведено сравнительное исследование в рамках крупного международного исследования, то оказалось, что те самые патерналистские ожидания выражены у россиян гораздо меньше, например, чем у немцев, в том числе немцев в Западной Германии. И почти так же, как у англичан, у которых классический такой либеральный вектор развития. Но постепенно, и поэтому идеи свободного рынка, индивидуальных свобод, они так были восприняты позитивным населением. Если помните, в 90-е годы все ждали взрыва, я говорила, взрыва не будет, потому что население готово принести жертву ради реализации каких-то шансов, пусть не для себя, но для детей. Но, к сожалению, в 2000-х годах ситуация радикально изменилась. Социальные лифты закрылись. Не только самому старшему, там, среднему поколению, но и их детям особо уже двигаться некуда. И вот возникает естественный вопрос, что, а что тогда делает государство, если оно не заботится о том, чтобы развивалась экономика так, чтобы молодежи было куда пойти работать. Потому что ценность работы, особенно в условиях отсутствия пособий, это базовая ценность для населения. И возникает вопрос, что население требует от государства ни подачек, ни каких-то отдельных пособий. Ну, понятно, пенсии там это святое, у людей действительно другой возможности заработать, как правило, нет. Кто может работать по состоянию здоровья, тот работает, выходя на пенсию. Но у населения ожидание, что государство займется инвестиционной политикой таким образом, что будет реализован лозунг, кстати говоря, нашего президента, что надо создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Потому что если бы они у нас были созданы, у нас бы исчезла проблема бедности в той ее постановке, как она стоит сейчас, когда огромное число людей стоят на пороге бедности. Не большинство, но около третье населения. Ну, смотрите, разве нет у нас сейчас дефицита рабочих мест, которые моментально заполняются мигрантами? Потому что, я не знаю, миф это или не миф это. У нас часто, мы в студии здесь говорим о мигрантах, и вот очень часто звучит аргумент, что русские не хотят идти работать. Лучше вот мы останемся в нашем таком полумаргинальном бедном состоянии, а на это место возьмут таджика, узбека и так далее. Ну да, и так говорят, как правило, работодатели. Я вам задам встречный вопрос. У нас есть дефицит жилья или нет дефицита жилья? Есть спрос, есть платежеспособный спрос. Значит, во-первых, если говорить о спросе на неквалифицированную рабочую силу, то он, безусловно, в стране есть. Но следующий вопрос отсюда вытекает. Это хорошо, что государство считает, что самое простое нанять на эти рабочие места мигрантов. Или нужно ставить такие жесткие преграды в миграционной политике, чтобы у работодателей возникало желание инвестировать в технологическое перевооружение своих предприятий. Да, тогда на них надо будет людям больше платить. Нет, ну да, здесь фактически идет такая консервация рабовладельческого строя со всеми феодальных порядков. Более того, как раз вот сейчас было несколько, насколько я помню, журналистских расследований, которые были опубликованы, когда журналисты пытались устроиться, работаясь в Москве, например, дворником. Ну, поскольку дворником раньше полагалось жилье, по крайней мере, и формально оно им полагается до сих пор, то в этом достаточно много молодых семей, как было традиционно в Москве, были бы заинтересованы. Но все журналистские расследования кончились одним и тем же. Устроиться на работу дворником им не удалось. Наталья Евгеньевна Тихонова, главный научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук у нас в гостях. Говорим мы о проблеме бедности. Вернемся после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». 30% населения России живет в состоянии бедности. Таков вывод социологического исследования «Бедность и неравенство в современной России», которое проводилось Институтом социологии Российской Академии Наук. И один из руководителей этого исследования, Наталья Евгеньевна Тихонова, сейчас у нас в гостях. Наталья Евгеньевна, давайте посмотрим, что такое вот эти 30% российских бедняков. Во-первых, по географии. Как они географически распределены? То есть, как я могу предположить, это за пределами крупных городов, это малые города и, естественно, деревня. Ну, не совсем так. Деревня – это естественно. Но если смотреть в отношении к численности населения в целом в разных типах поселений, то больше всего бедных будет в поселках городского типа. Просто поселков городского типа сравнительно немного по сравнению с сельским населением, поэтому удельный вес сельской бедности, он выше. Но я хочу сказать, что это далеко не только сельское население. Здесь как бы идет по синусоиде. То есть, у нас бедных достаточно много, и это специфические бедные в крупных городах, потому что вот это как раз люмпенизирующееся население. В крупных городах все-таки есть работа, и те, кто остаются там бедными, это либо семьи, которые стали жертвой каких-то семейных несчастей, и при слабости и не совсем адекватности, я бы сказала, социальной политики, которая сейчас реализуется, они, не получив должной поддержки, скатились в бедность. Либо это люмпенизирующееся население. Вот огромное спасибо руководству наших крупных городов, которые целенаправленно принимают меры против геттоизации. Потому что была попытка, например, Капотню превратить в Москве в своего рода гетто. Гетто Бедняков. А какие мерности? Капотня все-таки остается при промзоне, как и весь юго-восток Москвы. Там, собственно, даже социально, экономически получается так, что люди менее квалифицированных профессий. Ну, во-первых, это сейчас уже достаточно сильно размывается. Вспомните, как Марьино построили, и там появился такой очаг нового среднего класса, который там покупал жилье. Ну да, новое жилье появилось, да. Во-вторых, вопрос, ветшает или не ветшает жилье. В Капотне достаточно большие ремонтные работы ведутся с домами. В-третьих, что с общежитиями? Потому что была одно время идея именно в Капотне сделать общежитие, для тех, кто не плательщик по коммунальным платежам. И сейчас, к счастью, от этого отказались. Там построили два дома, но на этом остановились. Вот поэтому сейчас можно сказать, что этот район, он как бы застыл. Он не идет дальше по пути геттоизации. А риски этого достаточно высоки. И вот средние и малые города, а там как раз ситуация относительно спокойнее. То есть полярно концентрируется бедность в крупных городах и малых поселениях. И в крупных городах это чревато какими-то уже такими социальными линиями напряжения, потому что все-таки в деревне они не только маргинализованы в обществе, они как бы территориально туда высланы со своей бедностью. А в городах они живут бок о бок с процветающими мегаполисами, внутри этих процветающих мегаполисов. Это создает какие-то социальные линии напряжения? Знаете, как ни странно, эти линии напряжения, они не социальные. Вот если посмотреть протестные настроения среди городских бедных, то они ничем не будут отличаться от той ситуации, которая в среднем будет по крупным городам. Но если посмотреть статистически, то есть обработать массив определенным математическим способом, то оказывается, что теснее всего принадлежность к бедным в крупных городах и именно в крупных городах связана с распространением националистических взглядов. То есть по сути своей это социальное недовольство, но принимать оно будет националистическую окраску. Канализируется в расовую националистическую. Ну да, и в общем-то, я думаю, далеко не случайно, мы вот говорили о менее благополучных, социально благополучных районах, вот скажем, русские марши, они влюблено проводились. Потому что, ну они во всей Москве проводились, но традиционные, по-моему, вот на 4 ноября уже, который год он проводится влюблено, потому что, наверное, там тоже больше с такие националистические настроения. Смотрите, ну вот это, что касается географии, что касается пола и возраста. Бедность российская, она стареет? Нет, она молодеет. Молодеет? Она молодеет. А как же пенсионеры, о которых мы все так, старикам здесь не место? Ну, понимаете, вот есть две тенденции. Одна связанная с бедностью по лишениям, не бедностью по доходам, а бедностью по лишениям. Это как раз те бедные, которые в меньшей степени учитываются Росстатом. И вот эти бедные, они концентрируются в большей степени в старших возрастах, кому за 50 лет, и не из-за того, что у них такие уж низкие доходы, а из-за того, что у них другие расходы, которые никто не учитывает. Потому что не учитывается, что там меньше состав домохозяйств, больше разведенных, больше вдовых, не учитывает. И, соответственно, платежи по коммуналке все падают на них. Кстати, больше половины бедных у нас платят больше 25% семейного бюджета за коммунальные платежи. Хотя формально считается, что если ваши коммунальные платежи более чем 22%, то государство вам всю эту сумму превышения должно датировать. процедура получения этих дотаций настолько сложна в большинстве регионов страны, что бедные не имеют возможности фактически их получить. Например, у сельских бедных нет денег доехать до районного центра, причем как минимум два раза, для того, чтобы оформить эти дотации. Второе, это то, что в этом возрасте гораздо больше расходы, связанные со здоровьем, с лекарствами, с обследованиями и так далее. Потому что медицина у нас, как известно, бесплатна, но без денег там делать нечего. Поэтому реальная вот такая бедность по лишениям имеет некоторое тяготение к старшим возрастам. С другой стороны, та бедность, но это вот как бы старая модель бедности, которая у нас была и 10 лет назад, только тогда это было еще ярче выражено. А новое в последние 10 лет появилось, что это вот как раз бедность молодежная. Очень большая доля молодежи в возрасте где-то до 25-26 лет, которая не работает. И я подозреваю, что и не будет работать, потому что, во-первых, у них низкий образовательный уровень. И, честно говоря, учитывая, что бедность консервируется, трудно ожидать, что он будет другим, потому что современная школа тоже характеризуется всякого рода поборами и так далее. и над детьми просто смеются, если они не принимают в этом участие, не несут деньги на подарок учителям, одеты не так, как нужно, нет денег учебники купить и так далее. И, ну, например, когда мы проводили не в этот раз, а другое исследование панельной по бедности, то у нас была семья, которая 6 раз вынуждена была собирать ребенка из школы и отдавать в другую школу, чтобы избавить от насмешек одноклассников, и кончилось тем, что он бросил школу в 7 классе все равно. И вот таких у нас становится все больше, даже по данным Росстата, число лиц в возрасте до 18 лет, не имеющих хотя бы 8 классов, у нас растет. Вот, поэтому с этим, ну, что делать с этим контингентом, куда их поставишь? Ну, только на те рабочие места, куда идут мигранты, можно было бы сказать, но они же граждане России, и они знают свои права в этом плане в большей степени. С ними так нельзя вести себя, как с мигрантами, которым ты оставишь треть зарплаты, а остальное он тебе в наличной форме должен вернуть или даже и не получить. Да, ну, вы знаете, то, что вы здесь рассказываете, мне кажется, вот мы не раз обсуждали и вспоминали этот фильм, который мне представляется очень социологично в своей описываемой реальности Елена Звягинцева. Смотрели? А, ну, вот там как раз, я думаю, может быть, многие наши слушатели смотрели, там как раз вот описывается такая семья, живущая в Бирюлево, и там и молодое поколение, и нужно собрать деньги, чтобы отмазать сына от армии, там основная коллизия вот от этого идет, и показано, как они там и в драки втягиваются. Ну, там немножко иначе сюжет построен, потому что мать вот этого всего семейства, она домработница у богатого человека со Стоженки, и в результате она его убивает, с тем, чтобы, так сказать, завладеть деньгами и квартирой. Ну, вот тоже, как бы, вот вы сейчас рассказываете, я представляю, как раз вот та самая городская бедность, которая загнана вот в этот вот вот в этот вот угол. но все-таки, скажите, вот определение бедности, чтобы нам понять, бедность, она в некой объективной ситуации дана, или в большой степени это вопрос жизненных стратегий, вопрос самоощущения, вопрос поведения людей? Ну, вот смотрите. Ну, это вечный социологический вопрос, структура агентства. Так сказать, что здесь, что делает бедность, структура или агентство людей? Ну, вот если у нас примерно 20% рабочих мест даже официально имеют уровень заработной платы менее чем полтора прожиточных минимума, то значит, у нас бедность на этих рабочих местах задана структурно. Прожиточный минимум сколько сейчас? 8 тысяч? Нет, сейчас около 7. 7. Вот, соответственно, а прожиточный минимум меньше 6 у нас. поэтому естественно, минимальная заработная плата минимальная заработная плата меньше 6. У нас все еще стоит вопрос о том, чтобы вывести минимальную заработную плату на уровень прожиточного минимума. Мы не говорим о том, что он занижен, что он не учитывает разницу стоимости в крупных городах и в сельских поселениях, что он не учитывает ситуации с лекарствами и растущими платежами по ЖКХ. Мы сейчас это даже не трогаем. Мы просто говорим о том, что у нас зарплаты у населения такие, что при этих зарплатах у нас не может не быть процентов 15 бедных. Конечно, они могут все не заводить семей, не иметь там больных жен или там мужей или еще каких-то тяжелых семейных обстоятельств. Вот они только сами существуют и сами на себя работают. Но это редкая ситуация, так обычно не бывает. А семейные какие у бедных стратегии? Потому что в этом фильме, Елена, еще раз просто расскажу эту коллизию, почему мне кажется очень интересной. Они при этом плодятся. Находясь в бедности, они рожают детей. Так задано культурным кодом. И вот это главное подано, что вот зачем этим людям ну так немножко социал-дарвинистский все это звучит, но там вопрос, который оставляет этот фильм зачем они рожают детей? Ну, во-первых, рождаемость у них такая же, как и везде. Средняя, да? Да. Я бы даже сказала, что вот в этих нижних пяти процентах, которые совсем уже олимпинизировавшиеся, она ниже. Может быть, она и такая же, но детей в семьях нет. Я не знаю, куда деваются дети из их семей, но они куда-то деваются. Вот, может быть, в детдома, может быть, они бросают семью, уходят, бродяжничают, не знаю, но в общем детей там меньше. А вот в следующих где-то примерно процентах 20 там картинка будет такая, как по вполне благополучным слоям населения. Действительно. Рождаемость пониже, она в середине распределения, то есть вот где-то в районе 50-го процента она будет пониже. Когда у человека есть шанс выбиться, и он понимает, что родится ребенок, и у него этого шанса уже не будет, тогда это его еще как-то удерживает. А бедный, он все равно, что бы у него ни происходило, он из бедности не выбьется. и это не удерживает. Это не культурный код. Это вполне рациональные стратегии, потому что это хоть какое-то жизненное разнообразие, удовольствие, ведь они лишены этих удовольствий. Досуг абсолютно примитивный, улучшений в жизни нет никаких, перспектив нет, строго говоря, это исключительное терпение нашего народа, что он еще вот это выдерживает, я бы сказала. Вспоминается, да, знаменитый тост Сталина на банкете победы, да, за русский народ, а его, за великий русский народ и его терпение. А дети, то, что, может быть, здесь есть еще то, что дети в будущем как-то смогут выбиться и содержать родителей, теми станут как бы ниточками, за которые можно будет вырваться из этой нищеты, или это нет? Это не про Россию, во всяком случае не про русские регионы России, потому что здесь скорее у родителей есть чувство вины перед детьми, что они не способны обеспечить им такой же жизни, как у сверстников. И опять же, вспомню другое наше вот это панельное исследование, когда, скажем, на день рождения ребенку более благополучные родственники дарили деньги. И дети в таких случаях никогда не отдавали их в семью. И родители не ожидали, что эти деньги поступят в семью. они тратили их на то, что им было в первую очередь необходимо. Кстати, интересно на что. Вот 9-летний мальчик, деньги, которые ему подарили на день рождения, потратил на спортивный костюм, чтобы было в чем пойти в школу на физкультуру, потому что иначе над ним все смеялись, при том, в каком виде он туда ходил. Не на жвачки, там, игрушки или что-то еще. Поэтому я считаю, что, конечно, нехорошо поощрять иждивенческие настроения, но совершенно бесспорно, что надо что-то делать с системой школьного образования в плане поддержки детей из бедных семей. Потому что государству так дорого обойдется, если мы этих детей не сумеем включить в нормальное общество, хотя бы тогда, когда они этого хотят. это же все получатели трансфертов на будущее. Ну да, да, это и криминал дальше, и, так сказать, государство гораздо больше денег истратит на здравоохранение, на правоохранение, просто, ну да, естественно, это даже в чисто таком утилитарном смысле. Потому что с нашей властью можно говорить только утилитарным языком. Мы можем говорить как бы о ценностях русской культуры, русской интеллигенции, которая считала, что надо помогать слабым, серым и убогим. Но с властью, к сожалению, на этом языке говорить бесполезно. Ну вот, о том, на каком языке нам говорится власть, и на каком языке власть говорит с бедняками, мы поговорим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о феномене бедности в современной России. У нас в гостях Наталья Евгеньевна Тихонова, главная научная сотрудник Института социологии Российской Академии Наук, которая была руководителем только что вот в апреле-май 2013 года проведенного исследования бедности и неравенства в современной России 10 лет спустя. Сравнили 2003-2013. Как выяснилось, число бедных упало от 50 до 30%, но с другой стороны появился тот самый андеркласс, нижние 5%, которые все ниже и ниже опускаются в социальные табели о рангах. И самое главное, вот то, что я тоже вижу из вашего исследования, то, о чем хотелось бы в этой части передачи поговорить, что им перестали сочувствовать. Вот это вот гуманитарная составляющая. Потому что, смотрите, вот вы уже начали говорить, ну, так скажем, гуманистическая составляющая русской культуры. Весь наш 19-й век. Тот самый чеховский человек с молоточком, да, та самая слезинка ребенка Достоевского, те самые бедные люди. Мы, кажется, с этим совсем выросли, и вот на этом иголитаристском пафосе русской культуры, в том числе, был и советский проект замешан. Да, ведь, мне кажется, в тот момент бедный, но честный какой-то был вот такой вот некий даже позитивный образ бедноты, идущий от коммунизма. Ну, страна была бедная, это был позитивный образ, потому что он был нормативный. И была культура бедности, да, там, скажем, младшие дети донашивали за старшими, вещи не выбрасывали, а чинили, была развита культура ремонта. Ну, собственно, все страны, догоняющие модернизацию, через вот это вот проходили культуру бедности. Да, культуру бедности немножко другое обычно называют. Это как раз пассивность, ижневенчество и так далее. Но, во всяком случае, навыки поведения в бедности для смягчения ее, да, они действительно были у нас. Ну, я имею в виду культура выживания в бедности, вот так скажем. Вот эти вещи, они практически ушли, да? Или все-таки остались, особенно если брать малые города, там, деревню? Ну, они, конечно, остались, и одно то, что у нас до сих пор еще занимаются подсобным хозяйством. Вот это в какой степени поддерживает? Потому что, как я понимаю, там по социологии 70-х, 80-х годов без этого Советский Союз вообще бы не выжил. Там, по-моему, было, я не помню, цифры какие-то фантастические, чуть не до 50% всего рациона. Нет, до 50% картофеля производилось в подсобных хозяйствах страны, да? Знаете... Ко многих он и был единственным рационом, как это, да, у Ван Гога? Где-то с 60-х годов у нас стала меняться структура питания в стране и постепенно изменилась достаточно сильно. Где-то в районе 80-х уже была вполне приличной, потом в 90-х опять провалилась, и вот сейчас только вернулась на уровень 90-го. Но, если говорить о стратегиях выживания в бедности, то, понимаете, это я только несколько цифр приведу. Половина сельских жителей не имеет никакой земли. Я даже про горожан сейчас не говорю. Никакой. Ни земельных паёв, колхозах там бывших, ни приусадебных участков, ни даже огородных участков. Из тех, кто имеет эту землю, половина её никак не обрабатывает, ну, потому что у кого-то это ещё по-прежнему формальный пай в каком-нибудь там заброшенном поле, вот у кого-то уже нет сил её обрабатывать. Таким образом, даже среди сельского населения у нас только четверть сохранила связь с землёй. Теперь, если посмотреть на горожан, когда у вас нет денег, а за столько лет пребывания в бедности у вас уже кто-нибудь наверняка заболеет, детям что-то надо и так далее, то даже если у вас были дачные и садовые участки, вы их уже продали. Количество бедных, у которых есть ведь какая-то недвижимость, очень резко сократилось за это время. У них товары длительного пользования возросли, вот да, их число выросло в домохозяйствах, а недвижимость сократилась. И реально доход, пусть не в денежной, но в натуральной форме, им получать уже не с чего. Так что вот это выпало. Теперь донашивать за старшими. Ну и в бедных домохозяйствах у нас тоже в основном однодетные семьи, если это семьи, в которых есть дети. Там более характерны немножко другие типы семей. Это сложные многопоколенные домохозяйства. Ну, например, бабушка, с ней живет ее взрослая дочь, женившийся сын, вот, у сына может быть ребенок, и дочь, мать-одиночка, у нее будет ребенок. Вот это как бы такие нетипичные для России в целом сегодня домохозяйства, но их становится все больше и больше. Не типичные разве? Ну, скажем, сейчас последняя концепция семейной политики, которую Мизулина предлагает, она вот как раз за такие многопоколенные... Если бы она была типичная, не надо было бы эту концепцию предлагать. И я, например, очень сомневаюсь, что это будет позитивно воспринято населением, потому что люди так стремились к тому, чтобы каждая семья, муж, жена, ребенок имели отдельную квартиру и так хотят эти выросшие дети иметь хоть какую-то крышу над головой и влезают в ипотеку на немыслимых условиях, что вряд ли это будет поддержано населением. Ну так возвращаясь все-таки к отношению населения, у нас что, пропадает вот это чувство солидарности, чувство того, что нужно помогать бедным и несчастным, что сегодня не повезло им, завтра не повезет мне, это куда-то размылось вот за эти самые тучные нулевые? Ну не совсем так, действительно пропадает это отношение, действительно меняется отношение к бедным, но все-таки сочувствие остается доминирующим чувством по отношению к ним, около 40%, почти 40% относятся к бедным сочувствиям, еще там несколько процентов, но немного с уважением, и примерно тоже треть относится ни хуже и ни лучше, чем ко всем остальным, то есть все-таки доминирующие отношения скорее позитивные, чем негативные, но меняется бедность, меняется ее портрет, меняется и отношение к бедным, когда они были такие же люди, как все, но только вот почему-то оказавшиеся в положении бедных, им сочувствовали и считали необходимо помогать, а по мере того, как бедность индивидуализируется, вспомните 90-е годы, когда стояли предприятия, когда месяцами не получали зарплаты и так далее, сейчас, конечно, как массовое явление тоже исчезло, и сейчас есть как бы две категории бедных, есть бедные, которые бедны, потому что у них какие-то семейные несчастья произошли, ну или какие-то события, ну например, мать с двумя детьми осталась вдовой, в семье кто-то тяжело заболел, один из работающих взрослых должен оставить работу и сразу получается, что было двое работающих и мать пенсионерка, а теперь мать пенсионерка, ее доходов в виде пенсии еле-еле хватает на лекарства, соответственно, жена бросает работу за ней и ухаживает, двое ждеменцев на одного работающего, это уже понятно, что для большинства это непосильная нагрузка, то есть вот какие-то семейные несчастья, вот как раз в развитых странах в таких случаях работают два механизма государственная поддержка и страхование, у нас не работает ни тот, ни другой, вот, и если говорить о втором как бы блоке причин, то это то, что связано с самими бедными, вот то, что мы говорили их стигматизации, что это люди, которые пьют, которые ведут другой образ жизни, но то, что ассоциируется обычно с вот этими разнорабочими. А господдержки вообще практически никакой нет? У нас вообще нету никакой целостной программы, концепции? Вы знаете, концепция у нас есть, она сводится к тому, что надо платить как можно меньше и как можно меньшему числу людей, это на уровне идеологии. На уровне реализации политики, социальной политики в частности, у нас огромные расходы на социальную политику, огромные, безумные совершенно. Мы тратим на нее ну примерно столько же, сколько Германии. В абсолютных цифрах или в процентах? В процентах. В процентах, да. В абсолютных, я думаю, это наш ВВП будет. Но социальное обеспечение это у нас не в три раза хуже, я не знаю, там может быть в десять. Вот, поэтому это вопрос еще эффективности трат тех денег, которые государством выделяются на социальную политику. И почему я начала и несколько раз возвращалась к этому вопросу, с того, что Росстат выделяет бедных по доходу. Так вот, эти бедные по доходу, они только в половине случаев реально бедны. У них низкий уровень доходов в домохозяйстве, но при этом у них нет никаких лишений. Они нормально питаются, они нормально одеваются. Как мы сплошь и рядом слышим, в Москве в очередную аварию опять попал безработный на Мерседесе и так далее. Я не хочу сказать, что безработный на Мерседесе оформлял себя жилищно-коммунальную субсидию, но во всяком случае это действительно не самые бедствующие слои населения. А вот бедствующие как раз поддержки сплошь и рядом не получают. То есть на 4 пятых не получают никакой поддержки. Ну, то есть в вашем докладе рекомендации, наверное, вот именно в таком ключе и содержатся, чтобы избежать вот этой вот, так сказать, окончательной маргинализации этого андеркласса, поддержать вот эти нижние 5 процентов. Ну, в нашем докладе как бы несколько таких пластов рекомендаций. Первое, что все-таки надо отказаться от идеи адресной помощи, потому что как только мы говорим, что помогать надо беднейшим, так помогать мы начинаем с пившемуся населению. И население остальное этого совершенно не понимает, почему, если оно живет само, так сказать, очень и очень небогато, то нужно содержать всех алкоголиков. Второе, что помогать надо категориально тем, кто оказался в сложной ситуации не по своей вине. Это форма семейной политики, не социального обеспечения, когда помогают беднейшим, а семейной политики, ну, например, пенсию по утрате кормильца, особенно для неработающих матерей с детьми надо увеличивать. Надо увеличивать пособие на второго ребенка и последующих детей. Причем, в первую очередь, именно на второго, потому что, если мы там на третьего, четвертого будем повышать, то это будет, конечно, просто всплеск рождаемости как раз не там в бизнес превратиться. А сейчас есть какое-то институциональное поощрение третьего, четвертого, там же квартирный, ЖКХ снижается? Нет, шансов получить квартиру до тех пор, пока у тебя вырастут эти дети, практически нет. Поэтому сейчас в основном у нас поощрение идут по линии усыновления, что немножко другое, но определенный льгот, конечно, есть, просто они так размазаны по всем, ну, например, пособие на ребенка есть, оно носит совершенно какой-то микроскопический характер, по-моему, 6% от прожиточного минимума ребенка. вот, поэтому, что оно есть, что его нет. Типа 300 рублей. Ну, да. Так что, это первое, что надо сделать, переходить к категориальности и в первую очередь обращать внимание на семьи, где неполные семьи с детьми, где семьи с двумя-тремя детьми, потому что если у вас трой не родилась, это вообще жизненная катастрофа в нынешних условиях, вот, и на людей с плохим здоровьем, потому что, во-первых, у нас треть даже лежачих больных не имеет инвалидности, у них нет сил ее оформить, потому что они лежачие. Это просто социологические исследования показывают, потому что, да, есть у вас в семье лежачие больные, есть, есть у них инвалидность, нету, вот, и, конечно, стоимость лекарств, которые предполагаются, что они бесплатные, на самом деле, в связи со сложностями снабжения этими бесплатными лекарствами, очень больно бьет по этим населению, по этому населению. Это вот один пласт рекомендаций. И второй, связанный с тем, что делать с людьми, которые находят состояние риска бедности. Ну, например, сейчас их зарплаты еще хватает, но, если ребенок родится, то уже все, не будет, даже, хватает, даже если это первый ребенок. Это проблема низкооплачиваемых рабочих мест. Это проблема соотношения прожиточного минимума и заработной платы, а это упирается в проблему структуры экономики и профессиональных, профессиональной структуры, которой задается структура экономики. Потому что, если у нас неквалифицированного труда почти 50%, там, ну, более 40% рабочих мест, не требующих никакой квалификации, то ясно, что высоких зарплат на них не будет. И было бы неправильно, чтобы на них были высокие зарплаты. Значит, надо менять просто структуру экономики. Ну, вот вы сейчас говорите о том, как государство относится или, скорее, не относится, недостаточно правильно относится к бедным. Как в обратном направлении, как бедные относятся к государству? Во-первых, с точки зрения ожиданий, и мы уже немножко этого коснулись, и, во-вторых, с политической точки зрения. Ну, во-первых, для наших бедных, как и бедных во всем мире, характерна гораздо больше политическая апатия, чем для остальных слоев населения. То есть, это один из признаков благополучного населения, из признаков благополучного населения, когда население интересует, что происходит в обществе, в государстве, что там власть делает и так далее. И вот у нас очень удивлялись, когда выходили с протестами благополучные горожане, но вообще-то это нормально. Как раз бедное население обычно не интересуется политикой, а у нас оно еще к тому же, как я сказала, сосредоточено в основном в сельской местности так называемой Малой России. Но сказать, что наше бедное население является путинским электоратом я бы тоже не могла. Потому что скорее их характеризует апатия, вот то, что у социологов называется анамия, то есть такое утрата нормы ценностей. Особенно молодежь из бедных слоев, старшее поколение там немножко другое, вот молодежь из бедных слоев. То есть деньги любой ценой, просто они не видят, что могут сделать. Вот они бы видели, любой ценой, они бы сделали для того, чтобы эти деньги получить. Здесь вопрос вообще самой, так скажем, социально-экономической структуры государства, то, что вы говорили, что еще может быть было возможно в 90-е годы, какие-то каналы вертикальной мобильности, возможность заработка сейчас, особенно как государство начинает давить малое предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, да, просто меньше получается возможности человек себя реализовать. Ну, малое предпринимательство, по-моему, уже задавилось, а, собственно, для активных людей из не самых образованных слоев, это был основной канал вертикальной мобильности. Я вам приведу сейчас цифру одну, она любопытна и помогает понять ситуацию в нашем обществе, потому что мы как бы общаемся все время в своем кругу. Как вы думаете, сколько у нас людей, которые сами имеют высшее образование, у которых хотя бы один из родителей имел высшее образование, и которые выросли в городах, где можно говорить о наличии городской культуры хотя бы под вопросом, то есть где-то там 250 тысяч больше жителей. То есть сам высшее, родители высшие. Хотя бы один из родителей высший. Хотя бы один. Но я чувствую, что это будет очень маленький процент. Это 8%. 8%. Ну, вы знаете, все время тоже меня удивляют цифры, сколько процентов людей, обладающих загранпаспортом, бывших за границей. Ну и постепенно мы так приходим к тому проценту 10% у нас относительно благополучного населения, а все остальные, к сожалению, находятся в разной ситуации сложности. Причем там вы говорили про андеркласс и про ситуацию в развитых странах про низший класс. Вот если выстроить такую иерархию стратификационную, то есть снизу вверх как бы пластами расположить общество, то там получится примерно такая картинка. Вот нижние 5% это вот этот андеркласс. Еще процентов 10% это низший класс. Это низший класс, который, что является его характерной особенностью? То, что строго говоря, он экономике не нужен. Это люди, не имеющие работы, имеющие нестабильную работу, занятые в теневой экономике, в общем. Это не просто бедные, бедных может быть больше, но у нас могут быть бедные бюджетники, у которых родилась двойня. Это не низший класс, они просто бедные. Дальше у нас идет рабочий класс. Кстати говоря, в развитых странах к рабочему классу относят не разнорабочих, а тех рабочих, которым нужно не менее трех лет для получения специальности. Вот это рабочий класс считается. Потом идет средний класс. Это сколько процентов рабочих? У нас примерно где-то 20-25. Еще раз подчеркиваю, это в таком понимании рабочих, потому что так как у нас считается по нашей российской традиции как лиц физического труда, это будет около 40. Потом идет средний класс, нижний средний, верхний средний, нижний средний, собственно, средний, верхний средний. Верхний средний во всех странах относится к высшим слоям населения. У нас поиски нашего среднего класса всегда упираются в то, что у нас средний класс отождествляют с верхним средним классом. Забывают, что вообще-то население. И сколько в совокупности средний класс дает? 40? Ну, сейчас около 40, да, процентов. Вот последнее это исследование 2013 года мы посчитали уже, даже 42 там. Смотрите, вот я сейчас записал на листочке, получается полностью перевернутая пирамида, 5% внизу, 10% вот это уже, так сказать, средний бедный, 20% рабочий класс, 40% в среднем. Но она не совсем перевернутая, она как бы как юла, потому что нижний средний у нас будет в районе там 25-27 и 15-18 будет средний. Ну, вот я хочу спросить, это вообще устойчиво социально и политически такая структура? Да, вполне устойчиво. Но она опять-таки очень неудачна для тех, кто оказался внизу. Она очень неудачна для страны, которая претендует на занятие в современной глобальной экономике достойного места, потому что страна с такой структурой это страна, которая может успешно торговать сырьевыми ресурсами, но не может развивать информационную экономику. Ну, это да, это, собственно, мы уже выходим на такие политические выводы, на которые, в общем-то, не раз доводилось делать, что в нашей нефтяной экономике большинство населения просто не нужно. То есть, по-хорошему, нужно несколько миллионов людей, которые обслуживают трубу и все, так сказать, сопутствующие производства, остальных государства просто как бы терпят из каких-то, так сказать, социальных обязательств, нужно вот занимать территорию, нужно поддерживать суверенитет. Но с точки зрения, да, структуры нефтяной экономики, вот эти проценты населения, они практически не нужны. Вы согласны с таким? Ну, как вам сказать, и да, и нет, потому что, во-первых, уже известная цифра, что для того, чтобы регион жил вполне благополучно, неважно, этот регион страна или отдельный субъект федерации, достаточно, чтобы он включался в глобальную экономику 20% работников. Где-то это будет туристический бизнес, где-то это будет нефтянка, где-то это будет финансовый центр и так далее, неважно, главное, чтобы были вот эти 20%. И тогда появляется достаточно, ну, именно глобальную экономику, но тогда появляется достаточно денег для того, чтобы работали все остальные системы, потому что их надо учить, лечить, систему управления, культура, рекреация, ЖКХ, строительство, потому что их надо где-то селить и так далее. А у нас сколько сейчас включено? Мировую экономику? Что-то мне подсказывает, что поменьше, чем 20%. Я не знаю этих цифр, потому что Росстат так дает группировку отраслевую, что их не вычислишь. Последний вопрос, уже заканчивается наше время в эфире. Политически, как я понимаю, никакого взрыва, никакой дестабилизации здесь ожидать не приходится. Вы не видите здесь политических рисков? Со стороны бедных я не вижу политических рисков. Политические риски в нашей стране идут совсем с другой, из другой области, от других социальных субъектов. И возникнут они не сегодня и не завтра, но думаю, что где-то в районе 20-25 года у нас будет принципиально иная страна. Ну что ж, я думаю, мы еще не раз об этом поговорим в нашем эфире. Ну а пока что я вот возьму вот этот ваш вывод, который вы сделали, что нынешняя наша социальная структура действительно недостойна страны, которая претендует на то, чтобы быть одним из лидеров, одной из крупных стран, одной из крупных держав современного мира. И нынешнее исследование по бедности, которое было проведено Институтом социологии, оно еще раз это подтверждает. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Наталья Евгеньевна Тихонова, главная научная сотрудница Института социологии Российской Академии Наук. Это была программа Археология. Спасибо, до свидания. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует...